Продолжение следует... Значит, мы попытаемся на основании гипотезы Александра решить старую задачку, связанную с существованием остановок по Хеллингеру и всего аппарата, который с этим связан. Что нам говорит Хеллингер в первую очередь? Он, значит, какой совершил он переворот психиатрии? Раньше все психиатры пытались лечить человека следующим образом. Находить его детские, взрослые, прошлые комплексы и травмы. Он впервые попытался это делать. Какой психотерапевт? Психотерапевт. Психотерапевт и так далее. Что он попытался сделать? Он решил искать проблемы психологии, а также и природу его неврозов и всевозможных комплексов любого конкретного человека не в его личной истории, а в истории его семьи и его родственников. Это очень странно. Это кажется необыкновенно. Какое отношение мои прабабушки и мои протетушки имеют к моей жизни? Тем не менее, по Хеллингеру это получается именно так. И именно на этом основаны определенные успехи его методами. Как это происходит? Ну вот самый простейший пример, который существует, по Хеллингеру очень любит, это случай, допустим, с близнецами. Один мальчик начинает плохо учиться, проводится остановка по Хеллингеру и выясняется, почему он плохо учится. А учится он очень по-побластному. Оказывается, его мама была из близнецов, при рождении ее сестра умерла. И теперь вся жизнь этой женщины посвящена тому, что она из любви хочет, как бы, говорит Хеллингер, воссоединиться там, со своей нерожденной сестой. Мальчик это видит и говорит, мама, я тебя люблю, я могу за тебя. Как, если он хочет умереть за нее, то о какой же тогда успеваемости в учебе можно будет говорить? Это простой патологичный пример. В Хеллингере есть и более интересные примеры, когда, допустим, взаимоотношения его данных родственников полностью определяют жизнь человека. Ну, в частности, как это Хеллингер говорит о неком гомеостазе, о некотором сохранении. Например, он утверждает, что если мы отказались от кого-то из своих родственников, ну потому что он алкоголик, потому что он не потерял, он кто-либо еще, то, к сожалению, этот самый ребенок, вот этот родственник наш отказавшийся, дядя, кто-либо еще родственник, обязательно вернется к нам в облике наших детей. Он говорит еще удивительную вещь. Эта бледная вещь состоит в следующем, что оказывается, что если, ну он же все-таки пастор, да, был католический, даже какого-то высокого ранга был, пока не стал по полу на стройке, если оказывается, что первый партнер у человека, если он был, например, первый мужчина у женщины, потом они расстались, у них родится ребенок, то по некоторым фактам своей биографии, по характеру его что-либо еще, он удивительным образом будет похож на ее первого воздруга. И все эти факты, они достаточно подтверждены, описаны на сотни случаев, они могут казаться фантазией или при этом психически больного, если бы они не были бы фактом, что называется. Мы видим таким образом, что отношения в семье наших родственников, то есть представителей нашего рода, всяческим образом оказывают сильное влияние на нашу личную жизнь, даже если мы этих людей, например, на консерву, дядю или тёде, абсолютно не знали. Большое вот, это такие вот вещи, или если у матери, скажем, был какой-то первый партнер, то оказывается, что он на нас может оказывать большее влияние, но просто не очень похоже, чем непосредственно биологический отец. Может, сосед виноват, да? Ну, это да, можно взять генетический анализ, сосед виноват, что-либо еще. А если у нас девочки? Ну, точно так же, она может быть на него каким-то образом похожа или не похожа. Сын похож на соседа. Да, сын похож на соседа, да. Это как раз не о том, да. Я как раз не о том. Я говорю вот от таких вот странных эффектов, которые Хеллингер не применил отвергать. Его метапсихотерапия состоит в том, что, замещающая психотерапия, мы знаем, что она состоит, в том, что происходит партия глуповой терапии, и на роль всем повлиятелям твоих родственников, назначаются просто люди из толпы. И они через некоторое время начинают вести себя таким образом, как твои дяди, тетки, кто-либо еще. Но они могут вести себя активно. Например, вы можете на форме двух заместителей попросить помириться твою прабабушку, твою прадетелю. Ты их можешь попросить, и это считается, что она оказывает на эту твою жизнь некое положительное влияние генитальное. Ты вот на это заместитель. Причем здесь как бы концепция Александра о темпоральности? А потому что мы замечаем здесь, что единицей здесь является совсем не один человек, а является весь род. Мы, благодаря Александру, понимаем, что это возможно. Мы понимаем, что есть некоторая темпоральная распределенная сложность объекта, которая является сложностью рода. Мы видим таким образом, что эта штука, как с трансенсорки, не имеет никакого отношения. В самом деле, я никогда ни на каких основках по химикаме не угадаю правильную карту из колоды. Но я угадываю некоторые фундаментальные вещи, которые для этого рода только и важны. Вот эти самые взаимопоминания. Мы видим, что эта темпоральная структура, как нам Александр постоянно на примере биологических объектов нам образом рассказывал, что она может воспроизводить себя. В самом деле, если популяция вся живая, мы извинем из них некоторый объект, некоторое живое существо, оно просто умрет. Через некоторое время оно похожее по закону этой популяции, там появится заново. Согласитесь, да? Потому что вот эта темпоральная структура, она воспроизводит и она как единое целое, распространенная во времени, живет и существует. Вот она в этом ситуации живет и существует. Тогда мы понимаем вот эти странные казусы, связанные с рождением детей, очень похожих на свойства родственника, которого мы отказались. В самом деле, мы исключаем некоторую особь из своей группы, родовой группы. Но это означает, что эта ситуация, темпоральная структура, сложная структура рота, она существует, она есть некая неподвижная. И она, точно так же, как это с животными на уровне популяции, этого, вот эту самую часть, которую мы отказались, она нам обязательно воспроизведет. Вот в этом состоит как бы то, чего я хотел сказать при мнении метода рассуждения, логики темпоральной сложности, распределенной во время несложности объекта, к такому непростому объекту, каким является человеческий род. И в этом есть оправдание метода семейных остановок Хеллингера, тем удивительным фактам, которые благодаря ему существуют. То есть самое главное существо ты в итоге не рассказал, да? Что? Ну, в общем, когда растановка происходит, когда временная последовательность раскладывается в неком пространстве, происходит, собственно, понимание того, что, как бы в этом роде, какие проблемы существуют. Проблемы растянуты во времени, они в темперальности находятся, да? Потому что то, что вот этот род, как бы он накапливает проблемы где-то там до времени, да? Да, да. И, собственно, расстановка состоит в том, что в пространстве то это же отношение расставляется в пространстве. А вот это сам терапевтический эффект, когда ты реализуешь структуру в пространстве? Да, в этом состоит терапевтический эффект. И самое главное, ты не рассказал. Все, что ты сказал, остальное, это как бы просто описал, что такое собственная расстановка Хиллингера. А самое главное, именно в этом состоит. Есть некая сложность. Самое главное, что помимо нас мы являемся принадлежностями, принадлежим к некоторому роду. Ну, вообще-то это и раньше было понятно. Ну, дело в том, что с позиции науки и материалистической, влияние события, скажем, то, что у мамы первый партнер, никак не могло повлиять на будущее. Но это еще надо проверять, так ли это на самом деле. Потому что мне-то, например, это смешно, что как-то партнер влияет. Вдруг если что-то произошло с человеком, который ты не знал, и это влияет, это огромное количество. Ну, может быть, нет, я согласен. Но при этом... В отношении материалистической науки, отношения прабабушки твоей и тети твоей не может на тебя влиять никакого желания, если ты особо не знал ни ту, ни другую. Ты не знал их в смысле времени, в смысле передачи каких-то взаимоотношений, понятий и так далее. А с точки зрения того, что... Можно я сейчас помогать? Ну, словно говоря, если там прабабушка поссорилась со своей сестрой, но это, видимо, произошло не просто так, а в силу неких, скажем так, их личностных особенностей. А вот эти личностные особенности, они как раз могут вполне передаваться по наследству, и это никак материалистической науке не противоречит. Да, но с материалистической позиции руки ты не можешь назначить двух теток из группы твоей и решить их психологические проблемы, которые так скажут в твоей жизни. А с точки зрения Хиллинга можешь... Не, он имеет в виду следующее. Он имеет в виду, что если женщина встречает мужчину, то это в каком-то смысле она встречает того мужчину, который ей нравится. То есть она уже нацелена на определенного мужчину, не на любого. Понимаешь? В этом смысл он имеет в виду. Что уже есть некая... То есть этот мужчина, который ее встречается, он уже заложен в ее конституцию. Понятно, что на это было, но я тебе на это отвечаю. Что ты, если у тебя хоть никакая конституция не заложена, то они уже давно умерли, и ты их не можешь помирить, назначив двух произвольных теток на их роль в этой группе. Как раз вот как помирить, ты об этом-то и не рассказал. А это и есть самое главное, что мне кажется, в основном Хиллингером объясняется. Что есть некая темпоральная сложность, проблемы, все что угодно. И вот она раскладывается в пространстве. Все эти проблемы раскладываются в пространстве. Во-первых, становятся понятными, а во-вторых, собственно, и достигается сертифический эффект. Да, вот это сбрасывание этой сложности, если так можно выразить. Я не знаю. Я не думаю, что сбрасывание этой сложности. Думаешь, сбрасывание? Но они же там, вроде происходят же лечения. Вообще не будет происходит. Но эти расстановщики утверждают, что якобы даже влияет на тех людей, которые не участвовали в сами расстановке, а которые просто в расстановках были представлены. Даже они меняются. Ну да, да. Как будто бы есть какое-то пространство, да, вот оно какое-то напряженное. Объект. Да, объект какой-то. То есть есть какой-то объект, да. То, что он не пространственный, то не пространственный. Ты его можешь отчасти, ты его отчасти. Да, просто в этом объекте что-то происходит, когда такое. И то же самое, что делают йоги, когда они занимают некие асаны и что-то структурируют, или наоборот, либо в пространстве это асаны, либо медитации и какие-то мантры и моления регулярные, они влияют на темпоральный объект. И здесь только какие-то расстановки, на свой ход, они могут повлиять на самообъект темпоральный. Очень важно, кто здесь является темпоральным объектом. Темпоральным объектом, действительно, мы видим пример такой темпорального древа, по-моему, Эггригора в Византии, мы видим еще обычный человеческий род. Потому что человечество, судя по всему, жило всегда маленькими семейными группами. Вот это вот и неправильно. Вот в том я и хотел сказать, что человечество не жило никакими маленькими семейными группами. Ну как там, во-первых, оно непонятно, что такое человеческий род у тебя. То ли весь род, то ли какие-то... Вот, вот, ближайшие родственники. Понимаешь, в каком-то отношении многие, это, можно круги расширять, и у родственники войдут почти все. Как-то считали там это по связи, да? Все отъевы, да. Это реально, да. Да, в каком-то отношении все родственники. Получается, что мы в итоге, что если в человечестве происходят какие-то события, все на нас влияет? Нет, естественно, здесь разные уровни, скажем, объектов. То есть есть более плотный объект, ну скажем, как есть организм, наиболее плотный биологический объект. Есть менее плотный, скажем, род, дальше популяция. То есть есть какие-то уплотненные объекты. Вы это будете видеть, что в один объект вставлены другие, или просто это... Ну ты правильно, ты правильно, естественно. Нет, точно так же. Как мы выделяем. Я обладаю своим свойством, обладаю, безусловно, определенной темпоральной сложностью. Я являюсь членом рода. Я одновременно, есть некоторый объект, на котором ревизантийский грейбер, или грейбер товарно-денежных отношений, реализует себя. Я вставлен, конечно, я вставлен во все эти структуры. Но только в одном смысле, это есть я, а в остальных я часть. Так вот, элемент. Нет, просто здесь возникает сразу же эта логика какая-то. Если у тебя влияет темпоральный объект ближайших, тебе, значит, влияют и все остальные? Да. Но все по-разному, естественно. Но уровень-повый влияние, он разный. Разный, естественно. Какой-то Сад сегодня тоже зачитывал, что да, влияние только сверху. Естественно, структурные перемещения на некотором уровне, скажем, пространственном, они есть. И эти же самые изменения. Они влияют на структуру темпорального объекта. Но, по сути, движение локальное всегда определяется в них нисходящей причинностью. То есть от Грегора, от организма, от темпорального объекта. Но очень важно понять, что у тебя есть некоторый конструкт, который вот такой, прониктивный Грегор. Грегор именно твоего рода, где у тебя бабушки, дедушки, дяди между собой связаны. Ну, не связан сосед там. Ну, Грегор, это как бы может смеяться. Вообще-то в православии, мусульманских, во многих религиях, там, зацепление идет до 14-го рода. Ну, там, валит, до 5-го рода. Есть разные вещи. Я к тому говорю, что то, что ты говоришь, связь рода, это некое нечто было для людей себя очевидным. Нет, это охранальная была связь. Если речь идет о существовании определенного объекта, а не просто что-то. А здесь, да, речь, которая себя длит и в популяции воспроизводит. Он себя воспроизводит. Вот как некий кусок, он такой вот. Иначе говоря, если у тебя, допустим, нет ребенка, и ты продолжаешь этот, то ты, Грегор, умрешь, что ли? Ну, если всех перебить, то да. Нет, скажем так, какое-то время... Почему? Ты и популяцию можешь истребить. Можно и популяцию истребить, правильно? Популяцию истребишь. Какое-то время... Себя какого-то можно истребить, да? То есть, если он был очень цельным, очень цельным, то он может оставаться в виде призрака, существовать. Можете себя воспроизвести? Нет, а, во-первых, вы тут делали виситые, это Игорь Германова? Да. Ну, не знаю, сколько долго. Сталка Германова. Дело, естественно, что темпоральный объект распадется. Без структуры истреб-уровней. Что ты скажешь? Нет, ну просто, то есть, как бы, некий кусок, да, себя как бы воспроизводит. Он, например, убрали там какого-то дебя, там, он воспроизвелся там... Да, точно. Ну, так, не знаю, мало ли кого-то там 10 тысяч лет назад убрали, так сказать. Ну, нет, 10 тысяч лет назад, это уже очень маленькое влияние. Я понимаю, это как регенерация у животных. А это очень интересно, попытаться оценить темпоральный размер его. Вот какой он интересный, кто как думает, какой он темпоральный размер? Я не знаю, в чем мерить. Ты собираешься определять способности влияния твоего родственника на твою жизнь? Нет, по порядку, по порядку. Если у тебя, извини меня, дедушка был президентом, то я думаю, что его влияние достаточно сильно. Даже если он был там опыт... Обычный 300 лет назад. Это обычный. Дело в том, что здесь зависит от сложности пространственной реализации. То есть, скажем, если мы возьмем популяцию одноклеточных, то, скажем, на миллионы лет то, что вот единственное... Нет, я пора отговариваю. Да, поскольку у нас сложность здесь гораздо больше пространственной реализации, да, то, ну, несколько поколений, наверное... Ну, я бы тоже оцениваю. Да. Где-то, может быть, где-то в 70-100. Да, где-то так. Да, есть там какое-нибудь такое мнение. Ну, это в чем-то, особенность. Ну, урон. Ну, в чем-то существует определенное, не знаю, законы любого развития этого влияния друг на друга и родственников. В чем проблема, что там, если какое-то время... Что же, что, что, кажется, твоего брата, у тебя ребенок родится такой же, как в брата. Да не родится. Такой же бездельник и алкоголь. Думайте, мазну. Нет, речь идет о том, что если мы берем традиционную парадигму, да, и мы смотрим, причина, это следствия, причина, сухой, все по цепочке, а причина следствия окажет. И если здесь что-то вот отсекли, то это не может влиять вот на эту цепочку. Ну, скажем, вот этот род идет, а вот в этом отсекли. Если нет единого организма, да, но если есть единый организм, то, естественно, что будет влияние. Конечно, он будет влиять, понятное дело, что он будет влиять. Но того, как его отсекли, он уже повлиял, и это влияние несется дальше. Продолжается, да. Поэтому очень важно истреблять не просто своего врага, а весь его рот. Ну вот, а потом, а потом, почему не учитывается влияние, да, не учитывается влияние твоего колена, да, до какого там истребляет? Воспитательное школе, первого учителя, не знаю, там, первые твои и так далее. Блин, ты все, ты не о том. Ты не о том. Все то же самое, только ты просто ограничиваешь ротом. Попиши чуть-чуть. Вот, в том-то и прикол состоит, что рот есть, а учителя нет, блин. Есть. А учителя нет. Я не понимаю, что хеллингеров такие расстановки делал, которые были не только родовые, но и более масштабные, там, по 100-200 человек. Не хеллингеры, народ делал. Ну, после хеллингера. Это называется стратегический... Да, я понимаю, да, да. Как они называются? Металлологии-то как-то не называются. Вот деятельные игры, вов. Ну, не представляю, суть остается одна и та же. Просто они расширены. Ребята, ребята... Хеллингер расставил такую узенькую область в смысле рода, потому что рода, они более ближайшие, они более тесно связаны друг с другом, они более консервативно передающие свои правила жизни. Поэтому я и говорю, что у тебя есть как бы разница, скажем, между твоей семьей и директором всего города, а посередине ничего нет. А люди в детском доме живущих, у которых нет в семье? Вот и это удивительно. И это удивительно. У них семья, вот детский дом. И это удивительно. Они вышли из детского дома, завели, значит... А влияет их прадедушка, которого они не знают. А влияет их прадедушка? А влияет прадедушка? Что это ты делал, что ли? Вот вы рады, почему-то я не верю. Ладно, веришь, не веришь, это не существенно. Мы же сейчас обсуждаем. Важно вот это факт отличить не от воспитания в детском доме, а то, что влияет прадедушка этого детдомца, которого он никогда не знал. То есть это вывод, значит, бессмысленно ходить в детский сад, бессмысленно ходить в чем-либо в кроме своего рода. Не бессмысленно. Ну как, не бессмысленно. Ты сам говоришь, что... Независимо от того, что произойдет, для тебя будет менять свой прадедушка. Да нет, вопрос не в том, что... Ходи куда угодно. Вопрос причинно-следственной связи. Где ты ищешь? От того, что тебя учитель запомнил в школе. Так я же и говорю. Это и получается, что неважно, с кем я буду общаться, мою жизнь будет определять мой прадедушка. А если мою жизнь определяет школу, то тогда отпадает... Вопрос неправильно задан. Вопрос неправильно задан. Есть вопрос. А что влияет? Влияет ли учитель в детский сад? Они влияют. Ну конечно, естественно. Влияют. Вот. Вопрос другой. А может ли больше, чем учитель и воспитатель, влиять дедушка, который... Которого ты не знал. Которого не знал. Вопрос не в том, что эти не влияют. Они влияют. А есть конкретное влияние, скажем, очень мощного, активного учителя, который должен был бы так воспитать. Выдавить всех. Что воспитать? Да все что угодно. Критерий. Каким образом прадедушка повлиял на меня? Мы сейчас измерениями не занимаемся. Повлиял на меня. Было 10 учеников. Да. Он должен был, если бы зависел от учителя, он бы у всех бы одинаково воспитал. Понятно, что он не одинаково. Потому что у каждого из них есть свое окружение. Вопрос только в том, что какого влияния меня учителя или прадедушки? Каким образом прадедушка на меня повлиял? Каким образом учитель на меня повлиял? Как сравнить это? Они не сравнивают. Как сравнивают? Так вот выясняется, что те характеристики, которые были сквозны, те поступки и все-все, было бы свыше дедушки, а не учителя. Никто не мог этого представить. Я же и говорю, если это так, то мне не нужен учитель. Все равно... Да уж ты учи другому! Да какая разница другому и другому? Если меня влияет на дедушка, то зачем мне учить? Это не одно влияние. Одно из. Но не только дедушка. Тебя надо научить. Я поэтому учиваю. Читать. 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 Воровать. И проделывать эти... Избирательные документы. Не в том, что только дедушка. Одно из. Вот человек начинает... Я не возражаю, что про дедушку на меня повлиял. Я только хочу утвердать, что он повлиял не каким-то таким чудесным способом у меня, а просто тем фактом, что он создавал какие-то правила в своем роде, в семье, поведении. Эти правила передали через девушку, через вас, через маму. А если тебя взяли маленького вроде и усыновили, то получается, что не так. Маленького взяли. Я говорю, детский дом. Детский дом. Горали там всегда в младенчестве. Сдали детский дом. Да, да. И ребенок вырос до 30 лет. И вдруг оказывается, что его поведение определяется брата-дедушка. Да, брата-дедушка. Да, да. Вот так, да. Вот не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Это опять вот словоблудие, да? То есть вы выясните, что так есть. Вы докажите, что это так. Подожди, еще раз читайте. Мы сейчас обсуждаем и не работаем в рамках, на самом деле, что все это работает. Мы не обсуждаем сейчас, это вынесено за рамки. Надо пойти, выяснить это. Мы не обсуждаем вопрос, являясь не Хенгера, мошенником и обманщиком. Да, мы этот разговор сейчас не обсуждаем. Вы заранее изначально предполагаете, что это работает. Да. Это все равно, что вы сказали, что эта ручка полетит в космос. Давайте рассматривать эту теорию. Все, она не полетит в космос принципиально. Закрыли этот вопрос. Закрыли этот вопрос. Закрыли этот вопрос. Мы остаемся и обсуждаем. Если это вы считаете мне, так вообще уже это нечего. Да, да. Ну тогда мы же молчаем. Володька, ну факт. Так я пытаюсь же вашу точку зрения молчать. И ваша точка зрения, она неконструктивна с той точки зрения, что вы заранее принимаете. Она твоя неконструктивная. Ты не познакомился с этой концепцией. Заранее принимаете это как достоверность. Ну потому что это уже в признанной концепции. Это обсуждается на разных уровнях, везде. На научной среде. Та же Блавацкая, только что говоришь, что она тоже обсуждает все что угодно. И тут же утверждается, что она болтает. Никакого под собой, никакой реалии. Ну а психоанализ по твоему, психоанализ работает? Нет. Психоанализ. Вот правильно. Это психоанализ, своего рода психоанализ. Просто другой. На Блавацкой я ответил. Как про йогов. Вот есть йог, который практикует, а есть который только рассказывает. Блавацкая это та, которая только трепалась. Она ничего не умела. Поэтому к ней прислушиваться можно прислушиваться, как человек, который рассказывает про йогу. То же самое у меня получается, что... Да нет. Но йог-то есть. Так мы рассказываем именно про те вещи. Что значит йог есть? Вот вы видели конкретного йога, который вам что-то показал? Ну мы на остановках были. Были на остановках Хейнгера и участвовали. И участвовали безогласным образом. Независимым. То же так же, как мы были, мы, скептики, пошли и поучаствовали. Действительно там что-то происходит. Непонятно что. Просто надо быть. Я понимаю, что что происходит. Я просто хочу сказать, что это не чудеса. Что это не чудеса. Причем мы это не обсуждаем. Уже есть некий эффект феномен. Обычные законы развития общества. Да дело не в это. Там же физика есть и так далее. Обычные. Тело падает не потому что там, мы тут обсуждаем установки, а потому что есть закон физики, который на него действует. Ну Володь, ну зачем упрощать-то все? Есть некий феномен странный. Мы хотим его понять. Есть вот такие эффекты? Нет, есть вот такие эффекты. И это то же самое и про эгрегор. Я уже неоднократно говорил, что эгрегор это не нечто, а... Слушай, а стоит столько времени на энергии тратить, а то сказать, что я не верю. Ну скажи, я не верю. Почему я верю? Я просто хочу сказать, что это не то, что думаете вы. Что это вот не нечто так сказать материальное, которое существует «существует мы, что называется, как этот стол». Нет, это и есть набор правил определенных существующих там в обществе и все. И мы называем это эгрегором. Ничего особенного здесь нет. Не надо искать в этом того, чего нет. Эгрегор, эгрегор. Эгрегор — набор правил, которые приняты в обществе, между людьми. Ничего особенного здесь нет. Та же самая экономика. Экономика ничего особенное. а правила, по которым люди играют на фондовом рынке, которые друг с другом, так сказать, деньги, грубо говоря, делят там, не знаю, или работают и так далее. Ничего особенного тут нет такого, о чём... Володь, знаешь, есть такая философия, которая говорит, что всё одно. Нет, я не говорю, что всё одно. Стол какой-то обсуждать, экономику, всё одно. Всё. Не нужно приписывать чью, потому чего нет. Да, которая говорит, что всё сейчас меняется. Да, ещё такая есть. Немного можно придумать всего. Понимаете, что фраза... Да, 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 да. Да, давайте прекратим. Всё проедётся ещё. Время сбрасывать камни, время собираешь камни. Ну, бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Почему бессмысленно это? Да потому, что вести разговор, спорить о том, что кто во что верит, ну, не верить ему, ну и всё, что-то... Дело не в том, что верю, я не верю, я просто хочу сказать... Не знаете. Вы видите? Вы не знаете о том... Оно не содержит того, о чём вы говорите. Нет. То это всё гораздо проще и элементарно. Нужно не выписывать ручки на кисмическом ракете. Ещё есть проще. Всё одно. Всё это иллюзия в мае. Всё одно. Ещё проще. Нет. Забудем про все расходы. От того, что всё это одно. От того, что всё это одно. Не означает, что в этом празднике нет содержания. Давай продолжим всё-таки их содержание. Я вам панически всё и сказал. А всё, что я не сказал, сказали... Ничего не ля-ля. Это как раз получается у вас ля-ля. Нет. Вы начинаете фантазировать? Ля-ля-ля у нас. Конечно, это фантазия, фантазия. Дело в том, что есть разные ля-ля. Есть разные ля-ля. Так вот, приходить со своим ля-ля в другой ля-ля это глупо. Почему глупо? Да вы же приходите в магазин. Там одни отношения, у вас другие отношения. Да. Так вот я прихожу в магазин, я не начинаю говорить, у вас не те цены. Почему? Замызр можете прийти и сказать, что у вас нет цены. Насчёт дурак. Насчёт дурак, если я начнёт цены. Ещё так. А у нас приходят, что не так? На зла. Вы приходите, наверное, на зла. На зла. Вы начинаете диктовать свои условия. Володька, давай я посодержал. Я думаю, что я прихожу на радиатурах? Нет, Володька, мы тебя услышали. Давайте не будем это. Давайте мы тебя услышали. Мы услышали, все правильно. Есть такая позиция, что Хеллингер это все ерунда. Я говорю, что ерунда. Хочу сказать, что нужно приписывать этому чудеса. Твою позицию зафиксировали. У нас две позиции. Одна, что такое существует. Ты можешь пытаться объяснять. Другая, что такого не существует. Или объясняется очень просто, как ты уже это объяснил. Да, и объяснять это не надо. А то все просто... Нет, ну просто нет. Подожди, подожди. Такое есть же возможность такая, что все это просто на самом деле. Я добавлю. Есть же такие факты. Много, если даже у всех, я расспрашиваю людей. Что человек, сын или дочь, начинают придерживаться правил, которых не было в семье. Да. То есть я на себе знаю, что я уехал в 17 лет... В Питер, в институт, учился, учился, бывало дома мало как-то, потом приезжал. И потом сказал, как там, у меня какие-то свои правила, свои какие-то нормы, поведение, все. Я приезжаю домой, смотрю, их нет дома. Ну это естественно, вы же уехали из дома. Я знаю, что не было нигде вообще никто. То есть у меня было полумчисление, что это я вот так воспитываю. Я вижу, ребята так ведут по-другому, так... Это не то, что было приобретено именно там вот в институте, в общаге, и что, в какие-то моменты. Нет, никто не акцентировал. Я считал, что это благо приобретенное воспитание. Когда я там побольше пошел дома, я смотрю, этого нет. Что мне этого никто никогда, нигде не мог не говорить. Я не акцентировал вообще на этом внимание. Считал, что это вот так меня воспитали с детства. Оказалось, что меня так не воспитывали. Объясни это можно, ну... Это как раз малоинтересно. Если бы тот писал, что у вас есть глупая дедушка, это вот так себя любят. Нет, это глупая идея, что... Если бы покопался, то, скорее всего, это так и было бы, что... И это то, что невозможно передать чисто генетический. Генетический механизм не передает таких вещей. Это называется доказательство от желаемого. Да. Вот так вот так. Сначала... Это действительно было установлен дедушка, который бы определял вашу жизнь. Не то, что в смысле воспитания какого-то. Ну да. Здесь как раз вовода больше прав. То, что воспитание... Ну, человек все-таки самостоятельная личность. Что хочет, что он с собой делает. Ну, просто есть пределы этого. Иногда он упирается в потолок, заданный ему родом. И он начинает вести себя... Почему это? Раздавец психоанализа. Потому что есть некое бессознательное, давляющее над человеком, которое он просто придумывает оправдание. То есть ты хочешь сказать, что еще есть ограничение. То есть человек, если он, что называется, из одного рода, он не выйдет из него никогда. Да, он будет в этой штуке сидеть, к сожалению. Да, проклятие рода так называемое. Хорошо. Не, ну, надо, во-первых, это... Давайте как бы это резюмируем. Во-первых, надо действительно понимать, что род на нас влияет. Мы никакие не там отдельные, там, откуда-то там с неба посыпавшиеся индивиды. Мы индивиды, которые продолжаем некоторые движения. И такое непосредственно папа и мама мне сказали. Так, не влияние на уровне традиции, а влияние именно на... Нет, и влияние на уровне традиции есть, и влияние на уровне, так сказать, рода есть. Просто мы сейчас высветили еще один аспект. Мы раньше как думали? Что каждый из нас, конечно, жил какой-то традицией, стал самостоятельной личностью, все отбросил, как бы, и как бы начал новое движение, да, все с самого начала. Кажется, все не так, не так просто. В самом деле, оказывается, много что влияет. Есть еще какие-то влияния, которые мы даже просто не знали. А вот именно вот влияние связано с тем, что вот какие-то в роду там накапливаются темпоральные сложности, да, вот какие-то темпоральные отношения. Они, оказывается, существуют и... Есть понятие тела рода, тела рода есть, в нашем физическом теле, а есть понятие тела рода, и мы к нему принадлежим. И более того, что здесь-то важно как раз вот Хеллингер, в чем тут... В остановке же это ведь частный пример. На самом деле, как раз из этого надо подняться вверх и говорить о том, что вот таких вот темпоральных объектов, в которые один в другой вписано, очень много. Действительно, уже и там возникает и религия, да, там как... У определенного народа всегда религия специфическая, да, она связана как-то, видимо, там, с тем, как этот народ себя понимает, там, как он себя ощущает. О том, что родовой Хеллингер настолько отсилен, я бы даже его грибом не стал называть. Как-то как-то именно другое выставлено. Он реально вот этот уровень, он очень силен. Ну, понимаешь, очень силен. Нет у нас шкалы, чтобы измерять. Ну, это некоторые сложности, довольно мощные организмы, в которых... Ну, если, скажем так, вот клетка, вот у меня здесь мышцы, да, она либо сокращается, либо не сокращается. Что-то делает. Значит, искать причину ее сокращения. Где мы будем? В том, что от соседних клеток или от ее рождения. Вот почему клетка сокращается от того, что она разделилась от предыдущих клеток? Так вот, по сути, когда мы говорим, что наше поведение зависит от мамы и папы, вот именно так вот биологически непосредственно, значит, это свести логику к тому, что поведение каждой клетки зависит от предыдущих его ее делений, от того, как повлияли ее соседние клетки. Ну, естественно. Естественно. И... А гепард бежит, бежит в одну сторону, в другую. На водопое был, а потом побежал за ланью. Что, предыдущие состояния клеток повлияли на те клетки? То есть, есть некое состояние... Есть организм гепарда, да, который живет... Это вот тот же род этих клеток. Вот организм гепарда для клеток – это род, который влияет. Клетка не знает, почему она сейчас сократилась, и знать не может. Но она сокращается, потом бах, расслабилась. И почему она это делает, она не знает и не может. И мы никогда не поймем, проанализировав эти клетки друг за другом по цепочке, причинно-следствиям, почему это происходит. Потому что есть организм, который гораздо темпорально больше и влияет, и определяет. Так вот, точно так же и здесь та же схема. Не, блин, клетка сократилась... Мы как клетки родового. Вот представьте, что мы клетки... Но она сократилась, а почему она сократилась? Вот мы как клетки родов, мы клетки родов, аналогия. Да, если я так не вспомнила почему-то, то тоже на этом месте другая клетка поделится. Да, и это не является причиной всех предыдущих одной клетки. Это организм есть, который замещающийся клетку, а у ящерица... Нейронный мозг не останавливался. Ну, мне так нравится всегда, когда делают замечания. Такая штука, это жуток справа называется. Да, жуток справа называется. А у нас, у нас, у нас. Да, да, да. У нас есть такой объект. Ну, это очень много, хорошо. Ну, символики все равно не поняли. Никогда. Но он не болеет. Нет, нет, нет. У него такой реальности нет как-то. Да. Ну, вот он мне легче. Это просто история была смешная. Я читал этот доклад по темпоральности и рассказывал про желудок и про клетку в желудке. Да. И сидел какой-то медик и он сказал, ну, что можно ожидать человека, который неправильно показывает, где желудок. Ну, вот это про клетки. Ну, не важно же, что они не восстанавливаются. Но важно то, что есть некий организм. Да, это все понятно. Тут вопрос... Так и здесь точно так же. Есть некий организм рода, который на нашем уровне не виден. Мы его не видим. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Дело есть, мы не понимаем. Дело. Но он создан как организм гепарда. Он, по сути, ничего более, чем все клетки его. Ну, все. Вся цепочка рода, условно. Нет, это... Да, это... Я хочу сказать, что тут... У нас есть там род. Да. Так этот род, вот моя мама, папа, они воспитывались там бабушка и дедушка и так далее. Так до конца, это не важно. Да, так там так. У моей бабушки там... Это то, что... Закованно, вот понятие ramANA... И видат этот род, во! Начинается вторый человек и у меня через 4-ю поколению... ...у меня влияет. Через 100... Да, влияет. ...и перед 100 человек, конечно, вероятность найти того, который на меня повлияет. И так сказать, что у меня надо угодать. Вsama старой. Чем дальше я ухожу в прошлое, Нем больше людей в моем роду. И тем большая вероятность найти из этих людей, кого-то, кто на меня повлиял. В том смысле, что найти похожее поведение, найти похожие привычки и так далее. И вот и все. Ничего особенного здесь нет. Ну, как и с клетками. То есть найти, что у тебя предыдущие деления клетки сокращались, и поэтому она сокращается. Да. Нет, не совсем так. У нас рот. Мы же охватываем рот. Но это немножко другое. Нет, это одно и то же. Нет, абсолютно. Здесь две логики. Нет, две логики. Две логики. Мы все пытаемся объяснить путем хронального отхода назад и поиска причинно-следственных цепочек. Либо мы имеем некий организм темпоральный, который влияет не причинно-следственно. Что у тебя представляет темпоральный организм? Я же не говорю, это темпоральный организм представляет себе набор правил. Нет. Нет, не представляет. А я откажу, что это просто набор правил. Да просто надо было присутствовать. Вот если бы... Ты же присутствовал на одном семенном. Я бы, нет. Но закажет. Но организм, организм вот, который собирает клетки, это из набор правил, то я не был никакой новой загадкой. Был бы механизм. Клетки по правилам растут? Нет. Из одной клетки. Из одной из этих цепочек. Все, понятно. Они растут по правилам или не по правилам? Ты позиция. Ты позиция по правилам. Если вы нацистик не по правилам, то... Володь, ты просто на самом деле неинтересно, иначе будет семинар-то слушать. Руки и ноги у нас у всех... Позиты должны быть разные. Ты высказался. Ты высказался. Ты высказался. Ты еще кто-то хочет высказаться. Ну, изначально назывался распределенный во времени системы. У меня в типа термонологии пока я там правильно не приду, но распределенный во времени системы. Время очень. Ну, они по-разному. Не, не получается ли так, что вот действительно, вот то, чем занимается Переслегин, они пытаются расстанавливать даже такие вещи, как государство, да-то... Воины, да. Воины расстанавливают. Не получается, что все это тоже оправдано? Да, я не вот искренне не видел его текст по поводу игры по нему. Потому что, я-то думал, что на самом деле одно дело расстановки Хеллингера, да, они базируются на какой-то основе, а с другой стороны, как бы вот... Это называется... Расстановки Переслегина, если можно так выразиться. А теперь получается, что между ними такой фундаментальной разницы-то нет. Ну, нет, они расставляют что угодно. Нет, ну, получается, действительно, вот государство, они тоже какие-то, условно говоря, темпоральные объекты, ну, которые, конечно, более гром... Это, огромные, да, по сравнению с Родом. Да, конечно, конечно. И там их можно... И мы точно так же можем пытаться их расстанавливать в пространстве. Да, можем, да. Да, да. Правильно? Вот в их и состоит. Состоит то, что они Хеллингерский механизм для Рода, на основании всех этих игр в Щедровицком и компании, пытаются применить и двигают. Да, ничего особенного там нет. Даже физика, не знаю, берут кучу всяких разных приборов... Нет, еще, Володька, опять, подожди, подожди, ты свое уже высказал, что ничего сложного здесь нет и особенного нет, ты уже мы это услышали. Просто факт в чем состоит, на самом деле? Факт состоит, тут некая есть опасность. Получается, что ж, если люди будут пытаться так расстанавливать все, они будут влиять на мировую политику, что ли? Да, да, да. Но это же странно. Вот именно это странно. После нашей игры, когда я был в Германии, да? Ну тогда, больше я не ходил, тут нам лидеры еще следующие. Начали мировую происходить некоторые, как пишут, какие-нибудь предъявительные факты или события. Это известный факт, я моего приводил, да? Что проводили в Сколково большую игру, значит, кто-то играл за МВФ, кто-то играл тогда за... Как это? Леви Стросс, да? Нет, Вой. Как его? А Строскан. Строскан его был распределитель, и человек, который играл за МВФ, сказал, что вот надо все деньги брать из Америки и принести. И они его быстро замочили. На следующий день открывают газеты, и там Строскан, настоящего распределителя, взяли и арестовали по подозрению в том, что вот это было. Ну их таких фактов много, их там сотни буквально, что это произошло, что они ему наиграли. Да нет, вы понимаете, что я хочу сказать. Вы каждый раз сваливаетесь в какую-то детскую эпоху, мысль состоит в том, что, получается, мир, на самом деле, получается, хрупкий, какой-нибудь человек, условно говоря, получается, может влиять просто на события глобального масштаба, при том, все другие будут это воспринимать просто как... Я бы об этом и рассказывал. Не, ну получается... В период состоит столбник за столбе, туда не попадает ни один снаряд. Нет, ну просто это факт, что это? Если это действительно так, то мы живем просто... Так что там атомные бомбы? Это ерунда по сравнению с тем, что может сделать люди. Но это тоже... Которые заперты в комнате, так сказать, и там что-то они там расставляют. Здесь стоит говорить, что все-таки это... Если их не выпустят из комнаты, то ничего не будет. Организм организмом, то есть это паральная система, если она, это как с... это их лунная бабочка, если она не предисположена в какую-то сторону двинуться, то хоть ты тресни не двинь. А вот если... То есть влияние только на моменты, переходные моменты. Вот на это возможно влиять? На какие-то... А целиком повернуть? Нет, понятно, что целиком не повернуть. Это понятно. Да, владимар, он бежит, то есть у него есть какие-то физические способности. То есть как-то клетки могут... Но он от этого не перепрыгнет через Нил, да? И не взлетит. Нет, ну вот мы же говорили про ростановый тельнг, мы же оттуда стартовали. Там же есть понятие лечения. Оно там на самом деле не такого характера, как вы рассказываете. Оно совсем другое носит характер. Оно именно носит характер изменения реальности. Изменение реальности. Поэтому вот непонятно, как обобщать-то вверх дальше. Изменение реальности. Но здесь опять, я о чем хочу сказать? Малый и большой. Малый ты можешь изменить. Ну может быть, надо это понимать. Нет, мы и большой можем изменить. Они считают, что можно большой. Разные усилия. Собрали 200 человек, взяли и поменяли. Здесь вопрос уже становится совсем иначе. И с вопроса теории приходит вопрос инженерии. Возможно ли такая инженерная технология? Так это и состоит, что в этом страшности-то я и рассказываю. Что возможно инженерная технология, что я беру, особенно в нашем языке посвятленных, на самом деле, подвинутых духовных людей, которые могут, ну настолько они подвинутые, типа столбника, да, какого-нибудь. Настолько, что они могут работать с реальностью в этих расстановках. Вот обычный человек у с улицы на ЗМИ, он работает не важно, у него сила сладенькая. А таких дорог в этом смысле, что весь мир стоит благодаря нескольких правильников. Понятно, то есть расстановки, есть разная интенсивность расстановок в зависимости от того, кто участвует. И чуваков разные, и чуваки разные. Но я не могу. Собери 20 человек этих за три, и пусть они там месяц сидят. Поменяется, что они реально через час, и они там сидят. Они все там переженятся, но реальности не поменяют. Вот видишь. Подожди, у нас тут много людей. Мы зафиксировали одну точку зрения, которую Игорь сказал, зафиксировали точку зрения Александра, зафиксировали твою. Понимаешь, у вас же другие, кто что-то хотят сказать. Вот я пытаюсь зафиксировать, мы пытаемся зафиксировать мою точку зрения. Может еще кто-то скажет. Просто это же есть диалог. Диалог состоит в том, что каждый точка зрения зафиксирована, это не значит, что мы считаем, что ты не прав. Может быть, ты из всех знат, и ты единственный прав. Да, ты на позиции того смысла находишься, единственный. Да, потому что мы тут говорим, может, что-то такое похоже на сумасшествие. Но это же неизвестно просто. Я пытаюсь приводить различные аргументы для обоснования своей точки зрения. Да, мы уже боитесь и не спорят. Эти аргументы хорошие, мы все зафиксируем. Замечательно. Так в чем проблема? Проблема состоит в том, что я обоснован, что человек пришел. Я скажу, ваша точка зрения есть, я ваша аргумент. Что есть, есть точки зрения. Ну, это свои аргументы, связанные к тому наблюдению, что желудок справа. Желудок справа, я не волную. Ну, и вот мы об этом же и говорим, да. Не важно. Замечательно. Предположи, что есть такая фантастическая реальность, в которой люди, которые осветленные, собрались в комнате, могут менять реальность. Вот предположи. Хорошо, замечательно. А тут и какие можно сделать выводы? Просто, мы предположили, как математики, аксиома, допустим, такое возможности. Что из этого может следовать? Какие можно сделать выводы? Что можно сказать про это? Как к этому относиться? Когда уже было, он в прошлое возвращается, бабочку убивает и теперь меняется. Это то же самое. Это опять как бабочки свои. Слушай, речь идет не о том, что вот, например, есть некоторый уровень, когда люди считают, что термоядерное оружие на политических ракетах, это важно. А оказывается, что важно в одной комнате собрать несколько специально просветленных людей. Ты их собрал, и твое все ядерное оружие на политических ракетах тут же устарело. На самом деле, якобы есть в спецслужбах такие люди, которые могут пытаться предсказывать будущее. Есть целая серия американских программ. Одна точно поописана программа. Они разрабатывали дальновидение по специальной практике, обучали. Это не просветленность, не какие-то, а просто очень-очень разработанная металлическая практика работы с бумагой, с вопросами, с графикой какой-то. И могли рисовать объект в России, в Америке, ему задают координаты, и он рисует, что там нарисует. А потом с космоса берут фотографии и нарисовал все, что там было. Ну, это ладно, это пример, но... Нет, например, то, что вот есть, есть какие-то... Наш один человек участвовал, российский Попов участвовал в этих экспериментах. Все, сам был очень удивлен, что он действительно... Попов, который психолог-то известен? Ну, просветленные наши слабоны, да. Так, в итоге, просто, действительно, есть, получается, вот есть ортогональные стратегии борьбы понши, вот как раз такая была у Переслигина тема, такая, возможно, может ли маленькая страна, там, не имеющая армия, там, противостоять какой-нибудь милитаризированной, там, стране, там, типа Америки, да, вот, которая уже, там, на другом уровне находится. Получается, что есть ортогональные стратегии, да, не знаю, доступны ли они, действительно, вот, там, на серийном производстве. Может быть, недоступны, но мало ли, там, со временем, потому что... А можно и научиться, почему? Технологии, может быть, продвижаться настолько, что научиться. Может, продвижаться, надо понять, что является в изготовлении подобного рода инженеров, это речь. Да, то есть шаманы вот эти, там, можно так сказать, шаманами. Да, что шаманизм является случайно принесенным, а что является существенным, и тогда производство вот этих инженеров, вот таких, типа шаманов, их, наверное, можно поставить на поток. Не, ну, получается, все те фантазии о том, когда маги, там, в бою, там, есть, там, лучники, да, там, постоянно, это старая история. А есть маги, которые просто стоят, и кому-то мы ничего не делаем, чего, зачем они нужны, да? Мы всегда смеемся, когда читаем всякую такую историю. А так, получается, что, возможно, такие маги-шаманы, которые, там, что-то делают, да, там, как-то меняют реальность. Самое главное, что мы можем в этом принять честь. Парш, скалил на основку Пахевики, при хорошем ведущем, или, вот, переследил на стратегическую игру, изменил мир. Да, в некотором отношении мы сейчас сидим, что-то делаем и тоже что-то меняем. Да, мы тут собрались, вот, мы не только... А люди потом... Смотрите, какой мы, вообще говоря, вот сейчас, когда вот эта штука ушла, какой совершенную фигуру мы образуем. Ну, это естественным образом, на самом деле, образуем, так что здесь нет ничего особенного. Ну, а ты сместись в угол-то. Я просто смотрю на это, могу. Не хочется, да, не хочется. Да, в том-то и расстановочка, в том-то и расстановочка, да, Пахевик. Да, не хочется. Да, и из-за нашей расстановки в Америке сейчас этот самый Обама проиграет. Да нет, я не думаю, мы же не ее расставляем. Да как кажется, неважно, мы же влияем. Нет. Мы не влияем, не влияем. В том-то и прикол состоит, что... Что только целенаправленное и... В том-то и гадь состоит от бабочки. Бабочка влияла на все у него, а здесь ты влияешь на что-то конкретное. Нет, ну для этого, опять же, вот с Переслегинами, если рассматривать аналогию, видимо, действительно, должны быть специфические люди, которые, например, знают эту страну, там, как бы, от плоти и крови, может быть, от этой страны. То есть не всякий человек, который просто захочет расставиться, что-то может сделать. То есть, на самом деле, здесь, видимо, все-таки не все так просто. Не все так просто, не так легко подключиться. Получается, иначе получается, что любой вышел там, любой коллектив людей... Ну согласен, что должен быть ключ. Должен быть ключ. Да, что-то должно быть еще. Он должен набрать какой-то набор команды, чтобы подключиться туда. Например, расстановка Хеллингера таким ключом является человек, который приходит расставить. Он здесь присутствует. Он с собой весь лоток. Нет, он корректирует ведь реальность. Он ведь говорит, что через него, через вопросы, которые ему задаются, постоянно корректируется само положение. Он расставляет людей, чтобы они в пространстве становятся изначально. Бывает, что он, они бывают из-за того, что он просто здесь присутствует. Но тем не менее, все-таки вот этот ключ есть. А там, если мы берем большие такие объекты, которые выше стоят, а там какой ключ? Что там такое может быть? Поэтому, когда ты так сразу зарулил, что влияет, влияет, и руками начал мгать. Я вот не знаю, влияет ли. И хорошо, если не влияет, потому что нет оружия, это более страшно, чем такое оружие. Нет, ну если считать, что действительно в Тибете сидят, и которые все-таки не дают использовать. Есть такая версия. Это как раз и Балаванская тоже об этом говорит. Влияние на мир, вот, произвольное. С тоже балансом удерживают разные стороны. Я многократно уже рассказывал, когда мы занимались настоящей философией религии, что в том числе процесс человека состоял в том, что он в какой-то момент смог защититься от силы этого. И во всем этом деле не участвует. Он смог от этого защититься, от всего возможного таких влияний, его игнорировать, за счет этого возник прогресс. Ну, в смысле, влияние магов всяких этих колдуний там. Да, да, да. От этих ощущений, предощущений, он передо этого начал извилинами шевелить. И получилось гораздо лучше, чем если бы он... Ну, это мы не знаем, потому что рай почему-то всегда в прошлом. А что-то никто не видит рай в будущем. Будущем только катастроф. Нет, здесь не рай. Нет, ну есть такая мифология такая, да, какая-то устаневшаяся, что рай всегда, все времена виден в прошлом. Мой прогресс начался, когда человек от этой экстрасенсорики избавился, никогда ее приобрел. Вот в чем интересно. Прогресс начался в том, что он смог это дело игнорировать. Прогресс начался уже в терминологии Александра. Состоит в том, что... Когда каждому отдельному человеку стал сопоставлен самостоятельный темпоральный объект. Это очень важно. Не как у животных, когда у тебя есть один темпоральный объект популяции, а ты стал самостоятельным темпоральным объектом. Не-не-не, тут я думаю, что терминологическая путаница. Мы только что говорили о том, что есть некие темпоральные объекты рода. Нет. Только что хотел сказать... Нет, так это не мешает оно другому. Не-не-не, я просто хотел сказать, что у него у каждого человека есть такой темпоральный объект. Вот что я хочу сказать. Ну... Одни прицеплены к роду, а другие как... К роду прицеплены все. А на каких мы говорим? К роду прицеплены все. Все прицеплены. Ну, где же самостоятельность, о которой ты говоришь? Ну, есть, а к роду на роду по самостоятельности. По самостоятельности, конечно. То есть, очень полезно, что, оказывается, что полезно читать стихи, книжки, ходить в картины и гонилеи. То есть, изучать... А, заключается самостоятельность? Изучать математику, поэцам, очень. Формирование своего ментального тела самостоятельного. Таким образом, на него влияет рот, если он формирует свою собственную ментальную картину. Ну, и много влияний, Володя, много. Разных влияний. А желудок на клеток, потому что все равно. А, в общем-то, всегда, вот, либо это влияет, либо это. Все влияет. И то, и другое, и третье. Мы не ставим себе противоречия. А, с одной стороны, вы говорите, что вот есть самостоятельный терморальный анхил. Он, так сказать, абстрагировался от шаманизма, от экстрасенсорной способности, стал абсолютно самостоятельным. И тут же вы говорите, нет, он не самостоятельный, он все-таки в роде. Так вот, это экстрасенсорное или не экстрасенсорное влияние? Так трудно понять, что... Нет, вот либо так, либо так. Если ты приобретаешь ментальное тело, собственное, мощное, ты, естественно, можешь способен вырваться из-под влияния рода. А если ты не обладаешься, тогда ты его как-то взял, но в роде, так что... Ну, слушайте, ну это же такое элементарно. Хорошо. То есть мы все-таки говорим от того, что человек может вырваться из-под влияния рода. Абсолютно. Нет. Не может. Не может. Вы почти говорите, что не может или не может? Не может. Если он приобретет ментальное тело, астральное тело, мощнее рода, то, естественно, может. А поскольку это на практике практически не умеется. На практике это невозможно, потому что это единицы людей, просветленных, которые способны... Единицы людей, которые могут все. Кто не оставит мать свою... Нет, пускай потенциально могут все. Потенциально могут все. Каждый человек может. Хорошо. Через 30. Откуда он это темпоральное тело такое сильное возьмет? Из ниоткуда? Создаст. Создаст. В театр будет ходить музыку звучит. Практик существует. То есть в процессе своего создания он влияется, он находится под влиянием рода? Да. Всегда находится под влиянием рода. Понятно. То есть я так чему говорю? Потому что тот же Будда, это человек, который ушел от рода. Да. Стал, допустим, самостоятельно. Как Иисус Христос говорит, что тот не уйдет от мати своего, а тот не придет ко мне. Ну он же тоже так... То есть они становятся абсолютно, скажем так, независимые, абсолютно друг друга, не влияющие личности. Абсолютно личности. И параллель. Они друг с другом никак не связаны, друг с другом никак не влияют, потому что они абсолютно самостоятельные. Там влияние другого порядка. То есть Христос с Буддой никогда общаться не смогут? Ну они общаются. Ну я... Я не думаю, что за ним он сейчас... Здесь... Нет, здесь... Общения у ними не будет. А что с того? А что с того вообще? Откуда? Да есть на нее фото твоей делать? Да есть на нее абсолютно самостоятельно. Вообще бы это появилось, я скажу, я же в вашу логику. Это же ее на полу. А ИП по этой логику. Потому что люди... Это все ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!